Уже сегодня ночью в канадском Ванкувере стартует второй этап чемпионской серии гран-при по фигурному катанию. На скид Канады наши фигуристы добирались с огромным трудом. Бюрократическая волокита с выдачей виз вообще поставила российских спортсменов под риск пропуска соревнований, поскольку вылетать пришлось в самый последний момент, а по прилете в Канаду проходить обязательный трехдневный карантин. Благо все решилось благополучно и оргкомитет турнира пошел навстречу Камиле Валиевой и другим участникам. Только возникает важный вопрос, как сильно повлияли возникшие сложности на тренировочный процесс и акклиматизацию. По составу канадский этап будет едва ли не самым мощным из запланированных. В том же женском одиночном нас ждет повторение битвы Финляндия Трофи, тройка Алена Косторная, Елизавета Туктамышева и Камила Валиева снова в сборе. Должны были подтянуться и серьезные конкуренты, например японка Рика Кихира, но у нее рецидив старой травмы, поэтому ее в Ванкувере не будет. Зато приехала Алиса Лью, главная надежда американцев в этом сезоне. Лью очень высоко котировалась по юниорам и неплохо стартовала во взрослом спорте. Если не за победу, то как минимум за пьедестал у нее точно получится побороться. А учитывая уровень конкуренции за квоту в финал серии и жгучее желание Изуни допустить русского финала, важна каждая позиция и каждый рейтинговый балл. Стоит отметить и японок Вакабо Хикучи, Майя Михара, а также кореянку Хэн Ли. Эти девушки смогут обойти наших только в случае полного завала, но от него никто не застрахован. Тем более в Канаду россиянки едут явно не в лучших кондициях. Вылететь за Океан получилось только во вторник, поскольку паспорта с визами консульства Канады выдала нашим фигуристам в понедельник. С учетом отсутствия прямого авиасообщения между Москвой и Ванкувером, до места назначения они добрались только к вечеру среды. Естественно двух дней на восстановление и акклиматизацию недостаточно. К тому же не было и необходимого количества тренировок, так как сразу во прилете россиян посадили на карантин. При этом власти Канады могли и вовсе отказать в праве на участие в старте, поскольку регламент положен карантин в трое полных суток. То есть к моменту коротких программ фигуристы находились бы в изоляции. И до конца ясно, кто виноват в сложившейся ситуации. Но исполнять сложные элементы Валиевой и Токтамышевой после таких приключений явно будет непросто. Косторная же готовится представить две новые программы. Одна из них вероятно старая, это произвольно подглавили в исполнении Билли Алиш, короткой под композицию Нью-Йорк, Нью-Йорк Фрэнка Синатры. Три года назад в Канаде в финале юниорского гран-при побеждала Алена Косторная. Без всяких ультрасти она обошла Александру Трусову, которая сделала один четверной из трех. Только один судья из девяти не стал бороться со скупердяйством и выдал героине Ванкувером баллы за компоненты ниже восьмерки. На недавнем филе антитрофе 18-летней Косторной, вернувшейся на щите из Академии Плюшенко, сразу два арбитра вмазали четыре семерки во второй оценке. Ее мастерство катания по-прежнему в цене, но оно уже не то, что останавливало дыхание. Она сама это поняла. В Ванкувер она вернулась и вовсе с новой произвольной, сотню раз помянутой. Ловили, которую запертом от ковида Новогорский 2020 Данил Глихенгаус ставил с уверенностью, что в нее влюблена и сама Косторная. Через несколько дней фигуристка села в машину и появилась в распродолжении группы Тутберидзе через год, не пройдя тест на западный образ жизни в Академии Плюшенко. Времена года Антонио Вивальди в произвольной заменили на более современную – Билли Алиш. Скоро ли настанут сумерки? А в короткой Алена впервые представит Нью-Йорк, Нью-Йорк, Фрэнка Синаторы. Гран-при Канады – турнир, который либо вернет Косторную в ее же статус, либо запишет ее в претенденты на титул «Разочарование года». И дело совсем не в тройном Акселе, который в лучший сезон она делала дважды – в произвольной. Аксель может и подождать до чемпионата России. Как сказал бы гуру прыжков Алексей Мишин, Аксель должен проснуться. Если он спит сейчас, то будить его в непривычном часовом поясе западного побережья Канады не стоит. Но сложное катание, резкое и плавное одновременно. Трейдмарк Косторной необходим уже сейчас. Камила Валиева и Елизавета Туктамышева уйдут вперед не только по баллам, но и по ментальности. Валиева прибыла на свой дебютный взрослый этап Гран-при с хорошей статистикой, установив на Финляндии трофе мировой рекорд в произвольной и пассовом программ. Она зашла на три четверных прыжка и тройной Аксель. Аксель стал единственным прыжком, который ей не удался. Но такой контент на женских стартах оказался под силом лишь действующей чемпионки России среди юниоров Софьи Акатьевой. «В первый раз я сделал на соревнованиях четверной с Альхов. Больше радостный этот момент, чем печальный. В тройном Акселе не хватило, наверное, уверенности. Я так пошла у него не агрессивно. Пока что была немного не уверена в Акселе. Следующим соревнованием постараюсь все собрать», – поделилась Валиева с Федерацией фигурного катания на коньках России. Главной специалисткой по Акселю в три с половиной оборота является Туктамышева. Пару-тройку лет назад ее тренер Мишин разворачивал целую пиар-кампанию в виде комментариев, ставя Аксель в ранг панацеи от всех поражений. «Мы должны противопоставить японским потугам на тройной Аксель Лизин совершенный тройной Аксель. Мы должны отстреливаться от японского цунами своим тройным Акселем», – говорил тогда Мишин. Но к олимпийскому сезону Мишин и Туктамышева прибавили уже не только в тройном Акселе, но и в качестве второй оценки, в сложных связках. Лиза ныне сильна и современна, она вице-чемпионка мира этого года, и тоже одна из главных кандидаток на поездку в Олимпийский Пекин. Да, ей не по силам коллекционируют четверные, но она готова наказывать за ошибки на ульт-россии своих более молодых конкуренток. Туктамышева сейчас это не только стиль, но и стабильность. В Канаде все в руках россиянок, но если они допустят сбои, то японка Вакаба Хигути и американка Карин Чен тоже посигнут на пьедестал этапа. Прекрасная Алиса Лиум переживает резкий рост, и ныне не радует четверными луцами, как в подростковые времена. Но эстетическое удовольствие зрителям она доставит, как вероятно и утонченная кореянка Хи Эн Ли. В соревнованиях мужчин особое внимание приковано к трехкратному чемпиону мира Натана Чену, который на родной эскет Америка проиграл впервые с Олимпийских игр 2018 года. Задача Натана на катке у соседей улучшить стабильность четверных. В произвольной четверных у Чена 6, в Лас-Вегасе он сделал 4, а на 2 даже не упал, а сделал бабочку, за что обычно очень стыдят тренеры. Сдвоенный четверной считается чаще всего у фигуристов проявлением трусости. По всей видимости за второе место поспорят с своим соотечественником Джейсон Браун, единственный фигурист в мире, способный добиваться результата без четверных прыжков. За Россию повоюют Макар Игнатов, Евгений Семененко и Александр Самарин. Каждый старт этих ребят переворачивает представление о них кардинально. Игнатов традиционно хорош в короткой программе, но в произвольной испытывает проблемы с физикой. Самарин может набрать за 100 баллов в короткой и отбороться на зубах в произвольной, но все равно пока представляет собой скорее бойца внутреннего фронта. Семененко же планомерно растет, но он пока из тех ребят, требования к которым минимальны. Максим Траньков считает, что ситуация с изами может повлиять на российских фигуристов на Гран-при Канады. Шансы на то, что Валиева побьет мировой рекорд 50 на 50, наверное. Смотря как откатается, есть куда расти. В Финляндии программы не были откатаны чисто, поэтому это не максимум Камилы. Ей надо откатать свою силу и все будет в порядке, тогда ее соперницам будет трудно. Если она им даст повод, то конечно кто-нибудь может этим воспользоваться. Если Алиса Лью будет прыгать в Ультра-России, то в принципе она может составить конкуренцию. Она еще в юниорском возрасте была основной соперницей наших девочек. Все будет зависеть от ее формы, от того контента, который она будет выполнять. Опасений за качество судейства у меня нет. Почему она должна быть? Конечно, ситуация с выдачей виз может повлиять на спортсменов и на подготовку к турниру. И сейчас вообще все очень сложно. Сложно с путешествиями вообще. Поэтому, конечно, это все повлияет. Кому дальше лететь на соревнования тем сложнее, потому что не все рейсы есть, не все стыковки удобные. Кто-то добирается там по 24 часа до соревнований, сказал Траньков. Канадский эксперт Эшер Хилл назвал 16-летнюю американку Алису Лью главным фаворитом предстоящего этапа Гран-при. По словам Хила, на вершине педестала он хотел бы видеть россиянку Алену Косторную, но считает, что она проиграет Алисе Лью. Катание Алисы Лью улучшилось очень сильно, на льду она изумительно. Она еще молодая, но уже заявила о себе во весь голос. Лью планирует пойти на тройной аксель, у нее тот же арсенал, что и у Елизаветы Дуктамышевой и Алены Косторной. И я ставлю на то, что Алиса одержит победу, сказал эксперт в интервью.